На Псалом 123 Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль Часто я говорил, а теперь скажу и не перестану говорить Велик плод плена и может приводить внимательных к любомудрию В самом деле, посмотри, что говорят теперь после плена те, которые прибегали к идолам, отвращались от Бога и предавались нечестию Как они приписывают свое спасение Богу? И пророк, как превосходный хора начальник, заповедует им непрестанно говорить это Сказав наперед сам, он внушает и им, как учитель ученикам, и говорит Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди Они были безоружны Наги, пленники, рабы только что освободились от бедствия, имели город без стен Или даже вовсе не имели города И по возвращении были для всех готовы к добычею Но вместо стенной крепости был у них Бог То же и мы на ней будем говорить Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди То живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас Действительно, чего не сделал бы враг наш дьявол, если бы не Господь был на нас с нами Послушай, что Христос говорит Симону Симон, Симон, сколько раз сатана просил, чтобы я сеял тебя, как пшеницу Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя Этот злой и ненасытный зверь, если бы не был непрестанно обуздываем Не спроверг бы и расстроил все Если он, получив некоторую малую власть над блаженным Иовом Разрушил дом его до основания, исказив его тело Произвел такие прискорбные события Истребил его имение Умертвил его детей Наполнил плоть его червями Вооружил жену, сделал друзей врагами Внушил рабам так оскорблять его То не будучи обуздываем различным образом, не погубил ли бы он всех Потому и говорит пророк Если бы не Господь был с нами Они были весьма малочисленны и бедны И многие нападали на них по возвращении Но и в том открывалась премудрость Божия Что не вдруг дана была им безопасность А мало-помалу постепенно Бог сделал так для того, чтобы соблюсти их в боговедении И чтобы не исчезло исправление, произведенное в них пленом Так как избавление от бедствия обыкновенно делает людей более беспечными То он и при самом даровании благ Попускал им подвергаться частым искушениям Чтобы искушения были для них постоянным упражнением в любомудрии Бог не оставляет людей навсегда Ни в несчастье, чтобы они не изнемогли Ни в счастье, чтобы они не сделали сбеспечными Но различными способами устрояет их спасение То живыми они поглотили бы нас Видишь ли, как он изображает зверство нападающих Действительно, есть люди, обнаруживающие свирепость зверей И даже свирепи их поступающие со своими единоплеменниками Зверь напав однажды оставляет ярость И уходит, или будучи прогнан Не нападает более А люди часто после неудачи опять нападают Стараясь растерзать самое тело ближнего Так безрассуден гнев Так кипит и клокочет эта страсть Как же можем мы истребить эту болезнь Если будем рассудительны Если будем помышлять о смерти У ежедневно умирающих Если будем вникать в самое естество наше Которое есть земля и пепел Когда красота лица обольщает твои души То поди к памятникам и гробам предков И посмотри на лежащих там Как они обратились в прах И ты получишь от этого зрелища Великое расположение к сокрушению Не укоряй слов моих в жестокости Как одержимая горячка Освободившаяся от болезни Имеет нужду в чистом воздухе Так точно и неистовствующая Страстями пришедших к памятникам Как бы находит здоровое местоположение И избавляется от многих болезней В самом деле Довольно одного вида урны Чтобы смирить человека самого гордого Отсюда перенесись мыслью К будущему страшному дню К тем истязаниям и осуждениям К тем наказаниям В которых нет утешения От которых никто не защитит тебя Всем этим усмиряй страсти Вспоминай также о тех людях Которые в настоящей жизни Из богатства впали в бедность Из славы без чести Если хочешь гневаться То гневайся не на сродного тебе брата А на злого духа Вот на кого ты можешь устремлять эту страсть С ним не мирись никогда На него изливай и истощай свой гнев И ему ставь за подню Против него не переставай Никогда вести войну Воды потопили бы нас Поток прошел бы над душой нашей Прошли бы над душой нашей воды бурные Потоком и водой Пророк называет здесь невыразимый гнев Врагов Он есть вода несущаяся беспорядочной С великой стремительностью И силой увлекающей то Что ей встречается Впрочем здесь говорится не только О наступлении бедствий Но и о миновении их 384 Не будем же падать духом Когда постигает нас бедствие Каковы бы они ни были А не поток и мимолетное облако Какую бы ни назвал скорбь Она имеет конец На какое бы ни указал бедствие Оно имеет предел А если бы они не имели конца То не достало бы нашего естества Но скажешь, они увлекают многих Не по собственной стремительности А потому что увлекаемые Сами беспечны и легко притыкаются Поэтому, чтобы нам не быть увлекаемыми И идти по самой глубине этого потока Будем осматривать местность его И держать со священного якоря Чтобы не потерпеть кораблекрушение Так и поток воды до времени Бывает страшен А потом безмерно понижается Воды потопили бы нас Видишь ли, какова помощь Божия Как среди таких бедствий Он не попустил им подвергнуться потоплению Бог попускает умножаться бедствием Не для того, чтобы потопить нас Но чтобы сделать нас более опытными И яснее показать свою силу Гордыми здесь называются враги Которые, нападая сильнее всякого потока Из всякой неудержимой воды Не причинили им никакого вреда А причиной этого помощь Божия Содействие свыше Непобедимая защита Поэтому сказав об избавлении от бедствий Пророк говорит и о виновнике избавлением И при том в виде словословия Благословен Господь Который не дал нас в добычу зубам их Душа наша избавилась Как птицы из сети ловящих Сеть расторгнута И мы избавились Видишь ли, как он изображает И собственную слабость, и силу врагов Те нападали, как дикие звери и львы Готовые пожрать самое тело их Вооружившейся силой и яростью А эти были слабее всякой птички Но дивные дела Божии Тогда особенно открываются Когда слабое побеждает сильных Нападение было невыносимо Не потому только, что с одной стороны Были враги сильные и страшные Исполненные великой ярости И готовые пожрать самую плоть А с другой люди слабые Малочисленные и удобо уловимые Но и потому, что последние находились Среди бедствий Поставлены были самые затруднительные обстоятельства И со всех сторон угрожаемы воинами Но всегда сильный и готовый спасать Избавил нас Говорит с великой легкостью И после того, как мы подверглись бедствиям Желая выразить это Он и сказал так Помощь наша в имени Господа Сотворившего небо и землю Видишь ли силу защитника Видишь ли его могущество Он разрушил и самые средства нападения Это можно принимать и переносном смысле В отношении к дьяволу и роду человеческому Пророк показывает, как Бог избавил от него Как разрушил козни его Это произошло с того времени Когда Христос сказал ученикам Будете наступать на змей, на скорпионов И на всю силу вражью Теперь уже не открытая борьба и неравный бой Но дьявол лежит повергнутый на землю А ты стоишь прямо и поражаешь сверху Он обессилен, а ты крепок Почему же он часто одерживает над нами победу? По нашему малодушию По беспечности спящих Если ты захочешь противостать ему То он не посмеет идти против тебя Если же он побеждает тебя спящего То это происходит не от его силы А от твоего малодушия Кто даже из самых слабых не победит спящего? Но теперь крепкий связан Сосуды его расхищены Сила его сокрушена Убежище его разрушено Мечи у него отняты Чего же хочешь более? Почему боишься его? Почему страшишься? Тебе повеленно попирать его обессиленного Почему же ты трепещешь, скажи мне? Почему колеблешься? Разве не понимаешь Какого имеешь ты помощника? Ведь не только враг сделался слабее Но и помощь тебе стала больше Волнение плоти усмирены Время греха свергнуто Ты получил благодать духа Силу помазания Как закон ослабленный плоти был бессилен То Бог послал Сына Своего В подобие плоти греховной В жертву за грех И осудил грех во плоти Чтобы оправдание закона Исполнилось в нас Живущих Не по плоти Но по духу Римлянам 8.34 Он сделал плоть Покорное Даровал тебе оружие Броню правды При поясании истины Шлем спасения Щит веры Меч духа Дал тебе залог Плоти своей Питает тебя Крови своей Напояет тебя Вручил тебе крест Как копье Копье никогда не сокрушимое Срезал дьявола И поверг его на землю Итак Ты безответен Если бываешь побеждаем Не имеешь оправдания Если терпишь поражение Потому что имеешь Бесчисленные средства К победе Душа наша избавилась Как птица Из сети ловящих Сеть Расторгнута И мы избавились Помощь наша В имени Господа Сотворившего небо и землю Видишь ли Какой у тебя вождь Какой царь Создатель всего Словом своим Произведший Такие существа Столь огромные Столь великие Не падай же Духом Стой мужественно Ничто не препятствует Тебе Воздвигать Славный трофей Зная это Возлюбленные Будем бодрствовать И подвязаться Не будем спать Но изострив оружие И усилив ревность Будем непрестанно Нападать на врага Чтобы одержав Светлую победу С великою славой Достигнуть нам Царство небесного Которого Досподобимся Все мы Благодатью И человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа Которому Слава И держава Во веки веков Аминь Слава